Привет, привет, мои любимые, мои хорошие! Сегодня у нас понедельник, день тяжелый, вы знаете, не записывала, не записывала. Как-то, знаете, не было настроения. Прошлые выходные хотела записать видео, девочки, мальчики, говорю честно. Но у нас случилось, принесла колоссальный, конечно, стресс. Он у нас стресс, конечно, уже эти полтора года войны, но у нас бомба разорвалась недалеко от нашего дома. У людей повыносило, ну, не то, что там разрушенные дома, повыносило окна, двери, ну, понятно, все. Мы в это время не могли дозвониться до ребенка. Мы не могли дозвониться, она была в укрытии, мы не могли до нее дозвониться. И, конечно, знаете, как говорят, жизнь пролетела секундами перед глазами. Когда, конечно, вышла на связанность немножко, но все равно стресс получился. Знаете, такой вот, я говорю, у меня в последнее время стресс на стрессе какой-то. Получился вот такой вот стресс. И уже, знаете, ничего не хотелось. И до сих пор, как говорится, знаете как, вот нету того драйва, того вот... Вот я сегодня пришла на работу. Мне вообще, ну, вот ничего не хочется, вот ничего не хочется. Ничего такой, знаете, вот... И, знаете, за все время, первый раз директор это заметил. А заметил, он еще на совещании, он говорит, вы сидели какая-то отстраненная. Ну, ребят, как не будешь отстраненной. Я просто, то я всегда внимательно слушаю, а то я, знаете, как сидела вот... И он это заметил. Он приходит, поднимается, буквально через 10. И сразу говорит, что такое, что не так, что с настроением. Вы всегда такая веселая, задорная, что не так. Я говорю, так-то-так, настроения вот нету. И он, так, так, знаете, ты всегда как-то, Оксана, соберись. Мне, знаете, так, это улыбнулось, вспомнилось фраза моя. Я всегда говорила на Куале, когда работала на пробке. Знаете, работала же без выходных, без отпуска. Зарабатывали на квартиру и рассказывала. В одном из видео было очень тяжело. Было очень-очень... Ну, и... Знаете, как вот жара. Мало того, что на улице жара, в цеху очень жарко, потому что работают машины, которые выделяют тепло. И в цехе, конечно, было и под 42 очень тяжело. Маленькие, знаете, тоненькие халатики белые, под ними майки, шорты, там, или лосины, и они прилипают, и у тебя все мокрое за 12 часов смены. Это очень, знаете, как в сауне побывал. И заставить себя в жару идти снова, знаете, эту душу губку на 12 часов, еще ж маски. Это была пандемия, вот эти вот маски. Так дышать нечем. И, конечно, не очень хотелось идти на работу. Но девчонки всегда у нас не хватало людей. И просили, там, знаете, ну все, что кто-то заболел, кто-то отпуск. Нужно, чтобы кто-то выходил на подмен. Они, вот, выйди, никто не хотел, выйди. Они, вот, Оксан, ну, выйди, Оксан, ну, пожалуйста, ну, выйди. Ну, вот, никогда не отказывала. Ну, и потому что я быстрее всех работала, помогала им. Им, конечно, нравился такой подработчик. Нравился такая, понимаете, когда приходила такая. И слой барабан сделает, и еще поможет, походит. Ну, конечно, не нравился такой работник. И они меня всегда просили, выйди, пожалуйста, выйди. Мне так не хотелось. Я, знаете, в один вечер сижу, говорю, девочки, я не приду. Мне так, ну, все, я так устала, я не хочу. Я хочу отдохнуть. И мне, ну, пожалуйста, я такая сижу. Так, все, соберись, тряпка надо. А мне, нам надо было зарабатывать на квартире. Так, соберись, тряпка надо. Это вот моя коронная фраза потом стала, девки смеялись. Они говорят, как ты там говоришь, соберись, тряпка надо. Вот ты говоришь, я сегодня, вот, соберись, соберись, тряпка, надо работать. Ну, да, рассмеялись, пошла я работать. Знаете, как-то хорошо, что пошла работать. Я сейчас не жалею об этом ни секунды, ни минуты. Работа помогает мне забыться, переключиться. Понимаете, отвлечься, потому что можно просто чокнуться, можно поехать просто мозгами. И это, и когда ты работаешь, ты забываешься, ты переключаешься, ты решаешь вопросы, и ты немножко, ну, отходишь от этого, тебе стоит легче. Знаете, ну, а как только садишься, где-то, знаете, сделать все, вспоминаешь. Я говорю, я сегодня там пыталась набрать, ну, нет, моя работа состоит там, в актах набрать акт один, второй. Один я не закончила, не сохранила, компьютер вырубила. Господи, слава Богу, не знаю, как оно, но я, знаете, как уже наученная, и что-то там внесла сохранить, внесла сохранить. Я говорю сужу Максу, Макс, я наверно, я не сохранила. Говорю, что-то там, наверное, жарко. То ли он кулер что-то, говорит Макс, ну, было и очень у нас было. Вчера жарко, и когда я пришла утром в кабинет, в кабинете такая, знаете, парилка. Очень-очень, может быть, знаете, я выключила из-за того, что очень так, хотя сегодня нормально, дождик, прохладненько, но оно как-то вот так вот, здание нагрелось, так вот в кабинете, и, может быть, кулер, вот я не знаю, он возле окна, но я не знаю, этот стоит у меня на столе. Может, он перегрелся, я не знаю, он берет и вырубается. И я понимаю, что у меня, чтобы понимали, часто два-два с половиной работы, и я не помню, сохранила я или нет. И мне так, знаешь, я говорю, Макс, я, наверное, ну, он говорит, ты сохранила? Говорю, я не помню, наверное, нет. Сижу такая, боже, это опять переравно, это нужно. Это снова все переделывать. Ой, боже, представляете, включаю, слава богу, я сохранила. Я все время сохранить, сохранить сейчас из-за этого. Вот как-то нажимаю. Макс говорит, как ты вот так вот? У него когда-то вот так вот вырубила, он не сохранил, и все переделывал. Он мне периодически нажимает. Вот после этого я стала периодически. Как получилось, что я нажала? Получается сохранить. У меня тут просто не отложилось. Знаете, как на автомате делаешь, но не отложилось в голове. Включаю, все нормально, у меня вся работа моя сохранилась. Говорю, Макс, буду доделывать завтра. Все. Хорошо, конечно, мне дали Макса помощь. Он мне очень хорошо помогает, но все равно все основные документы набираю. Я проверяю, я даже песно проверяю. Потому что... Потому что... Не обращайтесь к нему. У меня бузька, она у меня лезет. Линяет. Это... Кто-то там... Этаназирует такие звуки. Корзинки что-то себе кусают. Оно, знаете, чешется, отходит шерсть. В общем, вот так вот. И... И вот так вот работаешь. Так что не жалею. Не жалею, что пошло работать. Как-то, знаете, легче. То там, то там. Знаете, мне некогда читать новости. Мне вот новости, честно, читать некогда. У меня Макс, он успевает и работать, и еще там, и почитать. И он вздал к приду, когда он наложит мне документы. Оксан, перепроверь за мной. Начинаю перепроверять. Макс это переделает. Это Макс сделает. Но... Замдиректора его папа. И хотела на мое место. Попробовала зайти на директор. И директор, конечно, психанул. Очень сильно сказал, что этого не будет. И Макс сам говорит. Оксан, я не потяну того, что делаешь ты. И я не смогу этого делать. Да, помогать. Да, ты переделаешь. Да, ты говоришь, как. Этого всего, что делаешь ты, я делать не смогу. Ну, думаю, хорошо, что он сам вот это понимает. А Степанович, что ты вообще такое сегодня? Ты что? Как он у меня... Няшка моя. Я же без тебя не могу. Ты же мне... Столько ты шо? С твоим приходом я вообще... Ты мне так помогаешь. Ну, такой, знаете, молодец, оценил. Вот это, девочки и мальчики, смотрю и думаю, господи, как в жизни поменялись приоритеты. Как в жизни пересмыслил вообще жизнь со всем этим вот, с войной. Как это вот, да, вот насколько меняются приоритеты. То, что раньше казалось очень-очень-очень важным, за что бы я раньше, там, знаете, как убивалась бы, переживала, сейчас нет. Сейчас, знаете, как... Господи, спасибо, там, что взял, там, ну, это называется, там, деньгами, если что-то. Спасибо, что, там, знаешь, жизнь... Ты же, ну, жив, живы твои родные. И вот насколько поменялись приоритеты, насколько... Да, конечно, знаете, как люди теряют, и это очень-очень-очень... Вася! И это очень-очень, конечно, тяжело, но... Знаете, как... Переживем. Сама себя, знаете, успокаиваю. Я вот это на работе приду, успокаиваю пацанов. Сегодня, знаете, как нужно уже меня. Уже знаете, как вот... У каждого человека, когда там происходит вот этот вот переломный момент. Ну, немножко у меня уже все как-то, знаете, все, прихожу в себя. Если бы, говорю, у меня настолько поменялось, если бы раньше я там плакала, брыдала. Сейчас думаешь, Господи, спасибо, что ты взял деньгами, спасибо, что все хорошо. Знаете, вот даже случилось... Ну, потом расскажу, честно, не хочу даже сейчас вспоминать. Но, знаете, что первое, когда я так вот, когда вышла, закрылась и думаю, Господи, слава Богу, что живем. Вот и все. Все остальное... Будем живы, наживем. А так все вот. И смотрю вот это вот, знаете, вот, девочки, даже нету вот после всех вот этих таких вот событий. Вот смотрю вот, знаете, вот такие вот, ну, не знаю, незначительные такие вот. Вот вообще даже не о чем говорить, как вот, ой, я такая счастливая, ой, знаете, как хейтеры завидуют. Вот все такое вот, кажется, таким ничтожным на этом фоне, таким вот, ну, ни о чем, вообще ни о чем. Поэтому даже не хочу говорить. Я знаю, что вы, может быть, ждали обзора на пиратку, но не хочу, не хочу даже говорить. Вот, вот нет никакого желания даже, знаете, вот смотрю и думаю, Господи, знаете, мышиная возня. Вот это какая-то вот мышиная возня. Возня ни о чем. Посмотрите, как это доказывание хейтерам, как я счастлива. Ребята, счастливый человек не будет доказывать, что он счастлив. Вот и все. А то, что каждое утро вот этот вот словесный понос, не хочу обсуждать. Не смотреть, не обсуждать, вот честно. Вот вообще не интересно, не знаю, вот просто не интересно. Такое вот, кажется, знаете, вот пшик. Ничего не значащий пшик. Знаете, посмотрю, как на обезьянку кривляешься. И вот и все. Ладно, мои хорошие, простите меня, может быть, сегодня вы. Но вот такой вот настрой. Но я прихожу уже в себя. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Я в это верю, что у нас все будет хорошо. Ребенок должен обещать, по крайней мере, приехать. Приехать на папе на день рождения. У нас у папы 18 августа день рождения. Она обещает приехать. Все наладится. Все будет хорошо. Все. Пока-пока, мои любимые, хорошие. Люблю, целую. Обещаю вам, в следующий раз будет веселый влог. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok